Глава администрации Сергей Давыдов сегодня утром проехал по самым напряженным участкам городских дорог. Небольшие пробки, как выяснилось, возникают искусственно и причины их появления можно легко устранить. О том, как городские чиновники своими руками вызволяют машины из снежного плена, репортаж Владимира Сафонова. Для инспекции Сергей Давыдов выбрал подходящее время, когда большинство челябинцев едут на работу и место. Самые популярные дороги в центре Челябинска. Например, улица Энгельса. Каждый день, примерно с 4 до 8 вечера, здесь, в сторону северо-запада, вырастают пробки. Дело в том, что многие парковки вдоль обочины засыпаны снегом, и водители, ничуть не смущаясь, оставляют машины на проезжей части. В ближайшие дни здесь расчистят снег, повесят знаки, запрещающие парковку в определенные часы. Тех, кто ослушается, будут нещадно эвакуировать. Правда, как признаются в СМЭУ ГАИ, эвакуаторов на весь город не хватает. Давайте, вы считаете, сколько финансирования, мы из бюджета добавим финансирование. Потому что из-за парковки, ну не знаю, там, десятка, двух десятков машин страдает тысяча автолюбителей, которые вечером здесь пробкой стоят и не протолкнутся просто. Надо увеличить еще 30 страхных стоянок тогда, потому что физически не сбивается разгружаться. Увеличивать? И что нужно для этого? На штрафстоянку начнут увозить автомобили с улиц Сони Кривой и энтузиастов. Здесь водители паркуются в два, а то и в три ряда. Парковки все расчищаем, машины паркуются на парковке, на проезжей части машины не должны. По улице, даже днем по этой улице проехать невозможно. А здесь, на улице Свободы, прямо на глазах Сергея Давыдова на нечищенной парковке застряла машина. Приехала на работу, хотела припарковаться. И что? Из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что снег не украли. В назидание Сергей Давыдов попросил собственноручно вызволить Мазду из снежного плена, начальника управления дорожного хозяйства и главу советского района. Не перекручивай руку. Держи вас прямо. Снег убран не везде, отчасти из-за нехватки денег. Но если надо, городские власти готовы добавить. Деньги мы на это найдем, потому что это работа, это работа по борьбе с пробками. Этим необходимо заниматься. Если сейчас обсуждали вопрос, я думаю, что есть смысл создать некий антикризисный штаб по борьбе с пробками в зимний период в городе. Я думаю, что в понедельник мы озвучим телефон, куда челябинцы могут звонить и высказывать все свои претензии, и рассказывать о проблемах. А может быть, что нас больше всего будет интересовать о своих предложениях, что можно еще сделать в городе для того, чтобы побороть пробки. Номер телефона горячей линии можно будет узнать в понедельник из выпусков новостей. Продолжение следует...